Руку после очевидного единогласного приема в этом бою. И вот, и вот у нас готовится к выходу Габил Мамедов. Давайте поприветствуем, давайте поприветствуем всех нашего замечательного айнбурского спортсмена. Бои мы выложим в инстаграм сейчас, когда закончился этот бой и выложим, конечно, в нашу группу ВКонтакте. Вы слышите, как скандируют наши болельщики. Достаточно большая группа поддержки приехала у наших сборных в Германию здесь и представители Федерации Бокса России, и петербуржцы, и жители самых разных городов нашей страны, прежде всего, конечно, тех, которые представляют. Илья Лис, 87. Наоборот, в части задают иногда очень хорошие вопросы. Плохой Санта, 5-5-5. Очень просто. Макс Бабанин выиграл чемпионат России. Макс Бабанин завоевал бронзу чемпионата Европы, и, соответственно, на чемпионат мира он вышел уже по персональной лицензии, как и все спортсмены. Здесь нет именно квот, здесь право участвовать в чемпионате мира выдается непосредственно боксерам. В сенем его соперник Габилов Мамедова немецко-турецкий боксер Мурат Елдырым. Это первый бой Габила на чемпионате мира в этом году и второй, второй бой для российской сборной. Буквально две минуты назад Тамир Гаванов одержал первую победу. Габилов с самого начала, как вы заметили, пытается задать темп, и ему это кажется удается. Соперник действительно классный, на счету у Рада Елдырыма уже немало серьезных побед, но Габил брал и не таких, друзья. на сайте boxing2017.com вполне возможно, что там есть ограничения по региону просмотра, попробуйте отключить прокси. Из России, по идее, смотреть можно. Если нет, загляните к нам в группу SPB boxing в ВКонтакте, где мы ретранслируем этот бой и там точно будет. габил Мамедов вышел на свой первый бой в детьми в хорошей форме и что еще важнее с отличным боевым настроем. И его не пугает даже то, что его соперник выступает под флагом страны, принимающей соревнования. габил Мамедов. Хотя на чемпионате в Европе Габилу достаточно сильно доставить как раз от организаторов, в том плане, что его финальный бой завершился для габила поражением только по очень-очень-очень спортному учению судьи. Сусомлинов 001. Да, Габил Стринцико боксер очень инициативный, очень атакующий и постоянно, постоянно он пытается зажать инициативу в своих руках. И кажется, у него это получается. Нерона 10-8-8-4. Да, конечно же, будем показывать, тем более, что завтра предстоит первый бой петербургскому спортсмену в составе нашей сборной Петру Хамукову. Слово капитану российской команды. Страсти накаляются. Сначала Габил у него бросает Мурада Гилдурима на конвас, а потом Мурада включает ему тем же. Вот, как вы видите, оба спортсмена полностью готовы биться до последнего. Что в принципе логично, потому что на кону для Мурада Гилдурима, спортсмена в синем углу, честь страны, хозяина соревнований. Он представляет Германию. А для Габила Мамедова здесь решается, во-первых, это его первый, первый вообще для него чемпионат мира, поэтому решается судьба его фактически большой спортивной карьеры. Ауфишкин. Нет, Грегора и Мерезера будем показывать не мы, его будет показывать первый канал. Первый канал будет его показывать в 6.30 по московскому времени, в 6.30 утра. Саб-Зиру 97. Дунайцев боксирует завтра. И если я не ошибаюсь, это случится в вечерней сессии. Муслим Гаджи Маграмедов боксирует в районе 9 вечера. Сегодня он предстоит бой вечерней сессии, которая начинается в 8 по Москве. Я надеюсь, вы тоже слышите то, что слышим мы. Несмотря на то, что бои идут в Гамбинском спортхале в Германии, громче всего слышно, как скандируют российские боксеры и российские болельщики, которые приехали поддержать нашу сборную. Очень советуем всем, кто смотрит нас сейчас, всем, кто смотрел чемпионат Европы, обратить внимание на то, в какой форме сейчас выходят наши спортсмены. Вскоре после чемпионата Европы Федерация бокса России сменила главного тренера сборной им стал Гуард Викторович Кравцов. И он поставил перед собой задачу сборная, поставил перед собой задачу выйти в совершенно идеальной форме на чемпионат мира. Ну что ж, смотрим, кажется, это действительно большой прогресс. Дэр Бондарс – 111. Начало боев и черной сессии Гусенко, а в Индер Муслин Гаджи Магомедов примерно в 9, если не поздно. Он в районе 8-9 пары. Верона здесь – 108-84. Василий Игорь Викторович завтра в утренней сессии, то есть Карин Кравцов в то же время. Гуард Викторович, работаем для вас. Спасибо за теплые слова. И у нас идет последняя минута второго раунда. Спортсмены действительно не уступают друг другу ни в физической форме, ни в что важнее желания победить. А ведь это дорогого стоит, потому что Габил Магомедов – один из самых динамичных, а самых агрессивных и инициативных боксеров российской сборной. Учитывая, что в синем углу ринга Габилу противостоит спортсмен немецкой команды. И нашему боксеру придется точно поддержать, чтобы стены не помогли Мурану Гильдориму выиграть. Вот это то, чего мы боимся в бою Макгрегора и Мэвезера. Кажется настолько, что был борцовский захват. Вер 2002. Да, действительно, Хасанбоя Гусматова в том же весе, что и у Василия Егоров, но ответим тем, что у Хасанбоя Гусматова в его весе выступает чемпион мира Василий Егоров. А это не шутки. Да, вы правы, характер, характер у Габила Мамедова это одно из его самых, наверное, секретных и самых ценных орудий в его арсенале. Потому что мало кто, мало кто даже среди известных и российских, и нероссийских боксеров настолько готов выкладываться в бою и настолько готов биться до последнего возможности. Габила Мамедова Ну что, друзья, давайте делать наши метафорические ставки. Сможет ли Габил Мамедов прибавить и закончили бой с таким преимуществом, чтобы по боксерским традициям бой не достався хозяину ринга. Мы видим, что Габил прекрасно понимает, что здесь нужно форсировать события, и он идет в атаку. Вот это хорошо было, друзья. Вот это было хорошо. Будем надеяться, что Габил все-таки нашел сейчас вагину в обороне или хотя бы физической формы своего соперника. О, и еще, и еще. Кажется, Габил действительно нашел ключ к своему немецкому сопернику, но тот решил перевести борьбу в паттер. Полторы минуты до конца боя. Немец старательно вяжет Габила, потому что это его единственный шанс закончить бой хотя бы на равных или не на конвасе. Ну, все-таки приземляться ему приходится. Гербер на сцене. Да что ему еще остается? Потому что здесь, в этом бою, соперник такой, что чисто его особенно ничем не возьмешь. Все-таки Габил очень скоростной, очень техничный, очень мотивированный боец. Коллеги на GFHT. Мы можем, к сожалению, мы сейчас ведем трансляцию боксами 2017.com. Это ринг-бэ. Ринг-бэ. Да, в конкурсе с вами достогласны. Это как Конор и Флойд. Флойд. Ну, честно говоря, в этой ситуации мы 100% болеем за Флойда. Ух, Зитинов. Да, Тамир Гаванов выиграл. Тамир Гаванов выиграл и принес российской сборной первую победу на этом чемпионате мира. 15 секунд. 10 секунд остается до завершения этого боя. Будем надеяться, что судьи отдадут должное хорошему боксу, а не чувствуем хозяину. И все-таки принесут победу. И все-таки запишут на счет Габила Мамедова заслуженную победу. Друзья, давайте, давайте держать кулаки. Видим, что тренерский состав встречает Габила достаточно довольными лицами и верит, что Габил все-таки взял эту победу. Давайте тогда дождемся, да, дождемся того, чтобы на нашем экране рефери поднял руку того, кто одержит победу в этом бою. И будем надеяться, что этим спортсменом окажется Тамир Гаванов. Ой, прошу прощения. Этим спортсменом окажется Газил Мамедов. Ребята, ну что это такое? Нет слов, нет слов, друзья мои. Решение, как мы видим, оказалось крайне несправедливым. Ну, все мы видели, что этот бой остался все-таки за Габилом Мамедовым. И несмотря на то, что...